Всем привет, с вами Наташка, мы продолжаем играть в Рорин Хайт серию номер 10 Уууу, замечательное число И Сара почему-то хочет встать почти в час ночи И сейчас что-то точно будет Сара Я кажется знаю, что сейчас будет Давайте посмотрим Уууу, да Пузико! Пузико появилось, замечательно Через 30 минут примерно ее будет тошнить Поэтому ложиться спать, я думаю, не стоит Давайте мы, не знаю, что-нибудь сделаем Что можно сделать? Раковину помыть, наверное Давайте помоем раковину Пока ее не... А она хочет родить мальчика! Блин, я тоже хочу родить мальчика Я согласна с тобой, правильный выбор И муж хочет родить мальчика Надо убрать какое-нибудь желание, чтобы выбрать Ну давайте вот это же желание уберем Выберем родить сына Это гораздо важнее, чем подружиться с этим майком Все, ее тошнит И потом мы давайте отправимся спать назад Когда ее вытошнит Как-то часто ее тошнит на самом деле Спать Все Завтра у нас будет вторник Уже вторник, кстати Заселить постель Ох, сколько у тебя желаний насчет уборки Я даже не знаю, что убрать Это же у нас частюля вроде, да? Она у нас частюля, поэтому столько желаний Завтра Одри опять пойдет в школу Да, но единственное, что она после школы не пойдет назад домой Как всегда она делала А я хочу, чтобы она после школы прогулялась по городу И позаходила в некоторые общественные заведения Это, например, музей Общественная художественная галерея Второй музей городской есть И я думаю, мы сначала посетим маленький А потом второй большой Мне очень интересно посмотреть, что там По-моему, мы ни разу не были здесь В музеях в этом городе Поэтому обязательно сегодня после школы Она отправится гулять в этих местах Так, ну давайте мы перемотаем Сейчас уже 3 часа ночи Нужно дождаться утра Чтобы все стимы встали бодренькие И занялись своими делами Ууу, муж, а точнее Стив Хочет прочитать книгу для будущих родителей А Сара, ты не хочешь прочитать? О, она тоже хочет И она хочет получить массаж Ну, я думаю, утречком, когда они проснутся Муж сделает ей массаж Обязательно И исполнит желание Сара Это будет замечательно Да, надо это не забыть сделать Кто-то у нас сейчас встанет Собака, что ли, встала? Собачечка, пойди сходи в туалет Сначала А потом уже будешь кушать Разрушений Да, в общем, отправишься сюда Будешь грызть свой хот-дог Надеюсь, ты мешать не будешь, Одри Спать Этим делом Давайте перемотаем Подождем 7 часов Одри О, она уже раньше стала Значит, она выспалась Замечательно Выброси, пожалуйста, испорченную еду Из холодильника И, наверное Тебе надо будет съесть Что-нибудь У нас только остался кусочек торта Нужно, чтобы Сара, когда проснулась Приготовила что-нибудь Семье Чтобы положить в холодильник Она хочет прочитать 8 штук Книг Боже мой Ты такая умничка Вообще Столько книг читаешь Ну, можно этим заняться сейчас Домашнее задание у нас сделано Можно дочитать эту книгу Которую мы начали читать В прошлой серии Вы Что вы называете Коммуникацией Ну вот Пускай она прочитает ее Перед школой А мы ждем пока проснутся Остальные наши симы Родители Кстати Нужно наполнить миску Но я не думаю Что Одри это будет делать Сделает это Сара Потому что у нее есть корм Вкусный корм Который она приготовила недавно Кстати Газеты у нас тут Сегодня утром Новую газету принесут И я думаю Стив ее почитает Узнает новости Давно мы это не делали Так Кто-то у нас по-моему встает Нет? Нет Мне кажется Стив встает Понятно Ему надо принять душ И тоже пойти покушать Почисти пожалуйста И примите душ Кусочек торта Самая лучшая еда Это торт Он редко портится В холодильнике Вот честно скажу Я чаще всего замечаю Что тортики обычно Остаются неиспорченными А служебная машина Через час приедет До Одри Замечательно Я хочу чтобы Стив Сегодня занялся Своей машиной Своей личной машиной Двухместной Да кстати К сожалению Она двухместная Я не знаю Смогут ли поехать Три Сима В этой машине Это же Симс Ооо Нам работу предлагают Нам даже не надо было Идти в полицейский участок Иди помойся в душе Я понимаю Что ты голодный Но Ты лучше сначала Вымойся в душе Кстати я уже сделала Действие покушать Так что На чем я остановилась Да Мне кажется В этой машине Не смогут ездить Трое Симов Потому что Обычно бывает Так Есть у меня Большая семья Там пять человек И я Машина у нас Четырехместная То обычно Все пять человек Помещаются в эту машину Просто так Один там просто Исчезает И они вместе все едут Обычно так и бывает Я не знаю Как в этой машине будет Так Стив идет кушать Одел свой костюмчик Сыщика Ну мы Не сразу пойдем На работу Мы немножко Поработаем Над машиной Починим ее Она кстати Становится все лучше Долгая книжка На самом деле Смотрите Как долго Одра ее читает Ладно Отправляйся в школу Ждет тебя Автобус уже Да В школе Ты поучишься Немножко У тебя какая там Оценка Нет конечно У нее еще три Но она сделала Домашнее задание Так что Я думаю Поднимется у нее Оценка Сара встала Нам нужно Массаж получить От мужа Муж Ну то воспользуйся Туалетом А потом Сделаешь Саре массаж Я не знаю Что А пускай Наполнит миску Она Пока муж Убирается В доме Моет тарелки Блин Надо было сразу Тебе пойти в туалет Зачем мыть тарелки Ладно У нас все симы Такие чистоплотные Они все Просто готовы Убираться в доме Каждый день Весь день В общем короче Здорово Так Сара Томпсон Нам Надо бы нам Купить книжки Для родителей Но я думаю Нам стоит Лучше сходить В библиотеку Чем тратиться Тратить деньги На покупку Книжек Так Сара Лучше тебе выйти Вот сюда Здесь больше места Иди сюда Стив уже сходил В туалет И нужно чтобы Он сделал ей массаж И кстати Знаете что Мне писали в комментариях Чтобы я снесла Вот эту стенку Между столовой и кухней Она совершенно не нужна И это правда Так кухня стала Гораздо шире Молодцы Спасибо за подсказку Гораздо лучше стало Намного лучше Так что все У нас кухонька Побольше стала Замечательно Давай Сделай массаж Своей жене Собачечка Пропусти Стива Разрушение Иди Погрызи Свою игрулю Да Как там Одри Обычно усердие Встретиться с друзьями Даже не знаю Знаете что я подумала В любом случае Пускай она поживет С этим характером Немножко Ну или по крайней мере До взрослого возраста А потом мы возьмем Награду Смена характера И Мы просто поменяем На другой Люди же меняются В реальной жизни Так что и здесь Может Одри поменяться Сначала будет застенчивый А потом вдруг станет Обаятельный Все мы исполнили Желание Сары И теперь мы можем Выбрать желание Прочитать книжку Для будущих родителей Давайте Стива Отправим Чинить машину Пускай он Первого половины дня Занимается этим делом А потом будет Исполнять свою работу А Сару давайте Мы накормим Пускай она съест Лук Который у нее есть В багаже Как мы поняли Из прошлой серии Лук никак Плохо не действует На Сима Он даже наоборот Наверное Хорошо действует Сим не заболеет И давайте мы Отправим ее В библиотеку Чтобы она там Почитала книжки О детях Да Чтобы быть опытной И чтобы мы смогли Выбрать характер Будущему ребенку Так Одри Когда ты Поучишься в школе Я тебя отправлю В музей Сразу же Домой ты не отправишься Так это не музей Вот музей Общественная галерея И кстати Она едет на экскурсию Ух тыж Я забыла Замечательно Тогда после экскурсии Ты отправишься В музей Все равно У тебя такой денек Сегодня будет Познавательный Да По городу будешь гулять Так Сара уже В библиотеке Давайте мы Заставим ее читать Книжки О детях И по моему Эти книжки Находятся на Самом высоком этаже Где-то тут был Стеллаж Нет Все таки наверное Не на самом высоком Вот здесь Вот эти книжки Находятся Я помню точно Вот Я помню Когда Одри Тут книжки читала И была эта книжка В этом стеллаже Стив Как у тебя дела С починкой машины Я думаю Все хорошо Все у тебя получается Оу По-моему она Посмотрите Она стала беленькой Точнее она серая Но стала светлее У нас получается Ее чинить Я уж думала Нам никогда Не получится Ее починить Слишком долго Он ее чинит Уже десятая серия Между прочим Ну ладно уж Видимо она Достаточно сложная Работать над кузовом Машины Над двигателем Над кузовом Ну хорошо Работай над машиной Пускай будут Работать До Допустим До Часу А потом Отправиться Работать Зарабатывать Деньги Для семьи Так у нее Есть желание Делать домашнее задание Я даже не знаю Что убрать Нет Наверное мы не будем Ничего убирать Потому что За все желания Которые у нас есть Выбраны уже Много баллов счастья Дают Как у тебя получается Читать эту книжку Я думаю легко Ты уже имеешь Дочку Поэтому Ты уже в принципе Знаешь все основы По воспитанию детей Но мы все равно Прочитаем Посмотрите как быстро Читается Стиву кстати Тоже надо бы Почитать книгу Наверное в следующей серии Отправится В библиотеку И будет читать Для родителей Для Для мужчин Для пап Посмотрите Одра экскурсия В полицейском участке Прямо где работает Ее отец Я надеюсь Она узнает Там много чего Полезного Вообще Замечательный Участок Вообще Красивый такой Некоторые говорили Что он похож на банк Согласна я с этим Реально похож на банк Все таки Это полицейский Участок Здесь вообще красивое здание в этом городе. Надо бы нам с вами прогуляться по городу и посмотреть, может быть, мы найдем какой-нибудь камушек. Да, мы нашли камушек. Надо бы его подобрать. Иди подбирай. Одри, только взрослые могут это использовать. Интересно, что же это? Наверное, пистолет, скорее всего. Мы же в полицейском участке. Так, есть вот еще камушки или цветочки? Пока я не вижу. Единственный камушек только вот этот в этом месте. Давайте посмотрим здесь. Так, тут есть два цветочка. Собираем. Камушков я не вижу. Давайте посмотрим здесь. Так, пока я ничего не вижу. Дождик пошел, к сожалению. Но надо бы зонтик купить нашим симам. Зонтики. Чтобы они не мокли. О, такие гулены. Гуляют, куда-то по делам отправляются. Кстати, а это что за здание? А, это у нас ресторан. Да. Ну что, Стив идет собирать камень. Отправляется уже. А потом, я думаю, отправится... О, как мило. Он хочет купить кроватку. Ха-ха. Я даже не знаю, что убрать. Наверное, нам надо исполнить желание прочитать книгу для будущих родителей. Находит серебро стоимостью 26 миллионов. Одри это хороший полицейский. Выпустить его из камеры. Хорошо, что там нету нашего Стива. А то Одри, наверное, бы то... Не знаю, что сотворила со своим отцом. Да, шучу. Все было нормально бы. Одри Томсон получает награду за посещение полицейского участка. Одри в восторге от экскурсии в полицейский участок. Ну, все мои Симы, все детки, они в восторге, мне кажется. Нету таких Симов, которые не в восторге. По крайней мере, у меня ни разу такого не было. Итак, Одри сейчас отправляется в музей. В первый маленький музей на пляже. Потом мы посетим большой музей. Посмотрим там картины, всякие статуи. Что там вообще может быть? Мне интересно. Наверное, на берегу там что-то морское. А вот там в центре города уже что-то такое поинтереснее. Тем более, он больше в центре города. Вот он, музей. Тут у нас какие-то цветочки. О, знакомый цветочек. В Симс 2 был такое растение, которое пожирало Симов. Кстати, в Симс 3 тоже есть такое растение. Его только надо купить в Симс Store. Но я ее не покупала, считала это не нужным. Давайте посмотрим картины, которые тут есть. Ох ты ж, мумии танцуют. Вальс. А, это не мумии. Это какое-то такое... Это какие-то странные люди. Что-то такое странное, не знаю. По крайней мере, вот этот человек более-менее напоминает человека. Ну, вот это что такое? Давайте посмотрим. Вот здесь обычные цветочки. Хорошо. Город. Какая-то картина розовая. Туалет. Здесь можно посидеть. Так. Ух ты, какая абстракция тут. Замечательная. Красивые картины в Симсах вообще, честно вам скажу. О, тракторы. Замечательная картина. Мне кажется, как раз таки старенькая такая обложка журнала этого года. В котором мы сейчас, типа, живем. Так. Опять дамочки. Второй этаж есть? Есть. Второй этаж тут есть. Симы какие-то. В белом костюме. И... Вообще, мне нравится одежда симов, которые живут в этом городе. Сейчас мы все осмотрим. О, Пушкин. Ну, это не Пушкин, конечно. Какой-то другой чувак. Вау. А, это что? Это не картина, что ли? Красиво вообще, на самом деле. Это, наверное, обои какие-то. Сейчас мы все это осмотрим и отправимся в другой музей. Сара, как у тебя дела? Она уже прочитала книжку, которую я ей сказала прочитать. Заставить отца прочитать книгу для будущих родителей. Ну, давайте мы сделаем это желание, выберем. И нам бы желательно пообщаться с какими-нибудь тутсимами, если они здесь есть. По-моему, их здесь нету. Ну, конечно, библиотека. Это же такое скучное место. Здесь никого нету. Нам бы куда-нибудь сходить, погулять в спортзал. А, давайте отправимся в спортзал. Немножечко поплаваем в бассейне. Немножко фигуру свою подправим. Хотя у нее фигура и неплохая. Так что... И так неплохая. Так, мы собрали все цветы, которые только надо было? Да, собрали. Давайте мы их продадим. Может быть, мы отправим все вот эти выплавить? Я не знаю. Может быть, это нам обойдется гораздо дороже, чем просто продать. Ну, давайте просто проэкспериментируем. Отправим все это выплавить. Огранить. Да. У нас тут семечко есть. Лупа. Логика. Давайте логику почитаем. Я думаю, нам надо поднять до третьего уровня. И потом эту книжку передать своей жене. Ей тоже надо будет поднимать логику. Так, Одри осматривает уже почти последние скульптуры. И нам надо будет отправиться в другой музей, который находится в центре города. Сейчас посмотрим, что там есть. Да. Ну, ладно. Дает всего лишь минус 10. Это же ерунда. Как ты еще умудрилась зайти в музей с таким количеством людей? Она же застенчивая жуткая. Ладно, она уже отправляется назад. Точнее, в другой музей. Сарочка, ты уже посетила спортзал? Нет, идет еще, идет вдоль. Пузико такое маленькое еще пока. Но завтра побольше станет. Мне кажется... Не знаю, завтра она родит или послезавтра. Наверное, завтра, в следующей серии. Давайте перемотаем. Все, она в спортзале. Ух ты. Это типа витрина, да? Магазинная. Прикольно. Да, это типа витрина. Только там ничего не видно, когда вот так вот смотришь. Все, мы в спортзале. Есть тут какой-нибудь бассейн или его нету? Бассейна нету, я забыла. Ну, давайте мы тогда просто немножечко побегаем по беговой дорожке. А, она не может. Пускай тогда правильно она сходит в туалет. И ей надо будет покушать. Тогда пускай она отправится домой. И приготовит полезную еду для своей семьи. Я хотела, конечно, отправиться в ресторан. Но думаю, зачем тратиться, если Сара у нас умеет хоть как бы готовить. Хоть как-то. Итак, мы уже находимся во втором музее городском. И давайте посмотрим, что же там есть такое интересное. То, что заставит нас реально впечатлиться. И нам понравится, я думаю. Ух ты. Тут опять картины. Причем картины те, которые были в том музее. Некоторые, по крайней мере. Многие, я скажу вам. Какая-то приемная. Видимо. Туалет. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Парковка. Ну, что-то на первом этаже как-то. Единственное, что вот это красивое. А так мы все видели, в принципе. Мы... Да. Мы все картины видели в том музее. Давайте отправимся на второй этаж. О, тут у нас мебель. Будто бы мы эту мебель не видели. Кровать, в которой можно поспать. Будем иметь в виду. Когда спать захотим, придем в музей. Будем там дрыхать. Ух ты ж, телевизор. Такого же раньше не было телека. Ну, вот такой, в принципе, даже такого не было. Видимо, это экспонаты эксклюзивные. Эксклюзивные. Ни в одной семье нету. Единственное, что здесь музей. Они такие разноцветные. Посмотрите, как мило. Холодильник крутой. Магнитофон. Вау. Еще круче магнитофон. Ух ты ж, компьютер блинский. Все-таки в этом городе, оказывается, есть хоть один компьютер. А мы не можем там сидеть. Нет, тут нету стула, к сожалению. Слушайте, если в музее есть компьютер, то мы можем, наверное, как бы, так сказать, его выкупить, и чтобы у нас в семье появился компьютер. Ну, это так будет. Образно, я вам скажу. Выкупать мы его, конечно, не будем. Мы просто купим примерно такой же компьютер в семье, когда разбогатеем, и все. И будем считаться крутой семьей в этом городе. Тут есть еще и третий этаж. Давайте мы осмотрим этот экспонат. А мы не можем осмотреть, что ли? А, это просто, да, сидения какие-то. О, мы можем посидеть. Замечательно. Посидеть на экспонатах в музее можно только в Sims. Ух ты ж, разноцветная ванна. Оранжевая. Туалет желтый. И телевизор крутой. Давайте мы его посмотрим. Замечательный музей. Мне он больше всего нравится. По сравнению с тем, он вообще крутой. Посмотрите-ка, тут мебель, наверное, такая старенькая, более-менее. А там уже такая современная. Разделение у нас такое тут. Надо бы посмотреть на это. Ты можешь включить телевизор? Просто музей будущего, я вам скажу. А где они приобрели эту мебель? Вообще, мне интересно. Замечательно. Мы сейчас посмотрим телевизор. У нас отличный, мудлет, четкое изображение. Все, заканчивай смотреть. Тут, кстати, какой-то подросток. Давайте посмотреть на него. Надо бы, может быть, он такой красавчик. Ух ты ж. Прикольный. Чарли Шир. На самом деле, мне ребята в комментариях говорили, что хорошая пара, вторая половинка для нашей Одри, был бы вот этот мальчик, который мы встретили, когда были в кафе, на свидании со Стивом. Его зовут Джозеф Морган. И я бы хотела все-таки, да, наверное, Одри познакомить именно с этим мальчиком, а не вот с этим, который живет рядом с нами, Эдвардом Джонсом. Я все-таки считаю, что он не очень. Так что, наверное, мы потом посетим этого Джозефа Моргана. Я даже знаю, где он живет. Он живет вот здесь вот, где-то. А, подождите, нет, с той стороны. Вот, да, вот Морган. Он, кстати, здесь есть дома. Давайте мы отправимся, Быринка, туда и с ним познакомимся. Конечно, наша Одри застенчивая, и она как бы не очень захочет с ним общаться. Но все-таки пускай она переборет себя и просто сделает шаг, первый шаг в жизни, найдет себе парня. Короче. Да, и я думаю, этот парень очень хорошенький. Он, кстати, обаятельный. И, надеюсь, он оценит нашу застенчивую девочку. Все-таки, знаете, застенчивые люди, они такие плохие. Они такие просто немножко стеснительные. В этом нет ничего плохого. Так что пускай он оценит нашу Одри, и они станут замечательной парой. У них домик, кстати, ничего такой. Я уже смотрю в будущее. Может быть, переехать туда? Ну, на самом деле, это не лучший домик, который я видела в этом городе. Есть и получше, но ничего. В принципе, даже своеобразный такой. Давай, Джозеф, пригласи нашу Одри, красавицу. О, тут какая-то девочка. Ну, там, кстати, Джозеф есть тоже. Нам надо будет с ним познакомиться. Замечательно. Все, привет. Привет, малютка. Где Джозеф? Джозеф пошел в туалет. Ну, давайте мы посидим, подождем его на диванчике. Сара, как у тебя дела? Она общается с собачкой, у нее болит спина. Значит, все-таки у нас не получилось. О, Стив тоже дома. Я, кстати, забыла про его работу. Получается, сегодня у него выходной. Да. Завтра он обратится к этой даме. Как ее зовут? Темные дела. Вау, какое задание у нас интересное. Надо бы прочитать. Поговорите с персонажем по имени Джуди, чтобы достичь цели. Джуди Роджерс считает, что кое-кто замешан в темных делишках. Нужно собрать компромат. Но прежде всего, Джуди Роджерс должна мне рассказать побольше о предстоящем деле. А может быть, нам сейчас сходить поговорить с ней? Единственное, что нам бы... Ну ладно, давайте мы лучший навык логика поднимем. Сара общается с собачкой. Это правильно. Давайте мы поговорим. Вот, весь день где-то шляется. Надо, кстати, ее назад отправить домой. Уже поздно. Ну ладно, отправим мы ее домой после того, как пообщаемся с Джозефом. Да, и давайте пообщаемся с Джозефом. Мы в следующей серии. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы пишете комментарии внизу под видео. И ставите лайки. И смотрите меня. Тем пока, увидимся в следующей серии номер 11. В следующей серии у нас будет замечательный разговор с Джозефом. Сиф, наверное, отправится на работу. Она будет работать. А Сара, мы ждем от нее ребенка. Не знаю, получится ли в следующей серии родить. Наверное, вечером она родит в следующей серии. Она хочет принять ванну, но ванны у нас нету, к сожалению. Кстати, ванна есть в спортзале. Ладно, всем пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова